чего все так долго ждали то чего все так долго просили скетчбуки на самом деле у меня их довольно много но не то чтобы я прям люблю рисовать в них но есть что то что можно посмотреть начнем мы с 21 года предотвращая большую часть вопросов сразу покажу чем я в основном сейчас пользуюсь глупенькие акварельные маркеры они они офигенные потому что они не просачиваются сквозь страницы вот такие рандомные маркеры которые я покупаю где-то без панати акций в разных художественных магазинах которые только зайду лайн и скетчинга раньше я пользовалась карандашами на данный момент я люблю капиллярные ручки обычно ручка стоит рублей 50-60 очень жирные ручки офигенные ими очень приятно рисовать плавно вкусно здесь у нас красуется грег потому что грег это любовь навсегда начала рисовать я грега когда еще была в школе открывая скетчбук мы сразу понимаем какое настроение было у меня в начале моего учебного года в вузе и крысы я не помню где я купила эти наклейки но по-моему в этажах или что такое в питер в питере и так здесь я открыла для себя эти как раз таки акварельные маркеры которыми я пользуюсь теперь они не просачиваются здесь я все еще использовала линеры всякие дорогие кстати говоря здесь это была какая-то картинка в пинтересте которая мне очень впечатлила на тот момент насколько помню это что рисовала на парах все еще какие-то пейзажи санкт-петербурга которые очень не похожи очень странные до сих пор пытаюсь это разные типажи персонажи которые у меня не особо получились поэтому они все на одно лицо вот это что-то более прикольное более такое рендеренное вообще в принципе секси это не до стадики которые очень не очень ой это что бэн что ж он тут делает вот здесь просачивающиеся маркеры опять какие-то недопейзажики они все довольно однотипные не очень интересно на них смотреть это что-то пробовала гуашью краской не очень она здесь легла о это я рисовала на моих первых лекциях парах я не знаю этого чувака он с какой-то группы по звуку по моему много мемов я просто сидела рисовала чтобы позабавить это что-то тоже нарисовано гуашью это было что-то для анимации я не помню что это за анимация всякие рандомные скетчи вот это ничего так выглядит тоже где-то в пинтересте видела идею стырила нарисовала что-то громадное супер блестящие штанишки мне очень нравятся детальные фаны из пинтереста которые нарисованы ручкой лайнерами они такие красивые но я так не умею но я так пытаюсь в общем девчуля кидаю штуки тут прикольно выглядит депрессион май профэшн она устала все еще что-то гуашью я пробовала я пыталась мне не понравилось вот это довольно красиво это была по моему браш пен из вот этих вот лайнеров которая с кисточкой на конце тоже шкафовая штука это рисунок от моей подружки красивый мужчина это штуки ой смотрите зак непонятные штуки типа вроде разные типажи мультяшные раскадровка для анимации которые кстати вроде есть это которая под камильтона какие-то недоштуки кривые монстр хай мое детство извините какая-то рисулька какая-то рандомная рисулька с радостью какая-то кривая тоже что-то странное вот это выглядит прикольно тоже краска гуашь тоже гуашь я просто баловалась здесь я часто вырываю страницы из скидкоков потому что они меня бесят поэтому часто это выглядит вот так мне надо попить чаю рандомные скетчи рандомные скетчи рандомные рисульки какой-то прикольный чувак это карандаши это какие-то самые дешевые акварельные карандаши которые я нашла и купила цыган это как раз таки это хуачен наконец-то хоть что-то интересное фан-артное потому что я почему-то какое-то долгое время вообще не рисовала фан-арты потому что не знаю почему наконец-то хуачен хуачич что-то вроде типа идея должна быть здесь какая-то но ее нет вот как видите по концу скетчбука мне уже пофиг что я рисую я уже рисую на отвали вот это моя однокрупница кстати привет ей в сратости в сратости мемы рисовали что-то с вуза и все да я не заканчивала скетчбуки я до сих пор не всегда эти дела маленький и тоже за двадцать первый год за прошлый и здесь буквально пару страниц итак поехали ноябрь один 17 ноября двадцать первого года эрни разворот с красивым мужчиной красивый 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 и даже мужчина следующий я да я грызла страницы ладно я вырвала я что-то куда-то это вклеила я не помню в общем но не суть делаю что хочу это что-то на пиндерсте увидела прикольное и такая нарисую жопки очень аккуратно ой тити мы это зацензурим много тел потому что в какой-то момент я подумала что моя анатомия сосёт так и есть это моя подружка мне нарисовала как вы понимаете у неё есть кинг это какие-то встратости чеки и наклейки которые мне подарили с моими троллями потому что все знают что я их люблю сратые штуки все еще сратые штуки какие-то наброски это прикольно ничего такого карандашом кстати когда я рисую карандашом я люблю очень мягкие карандаши потому что какие-нибудь там 8b 10b вообще ими очень вкусно рисовать но как вы понимаете мои скетчбуки не самые оформленные то есть чаще всего они выглядят вот так очень глупенько ой сюжет сливы сюжет я вам не покажу и все то есть он в остальном пустой ну и что было мини скетчбук который я купила когда я работала флористом пару месяцев и если честно это не самая крутая работа потому что мне не понравился коллектив коллектив был выматывающим так скажем но от того что я очень много работала и у меня особо не было свободного времени я купила этот маленький скетчбук чтоб рисовать на работе в перерывах хотя мне давали за это по заднице потому что нельзя сидеть без дела вообще иначе мы тебя сожрём 11 августа 22 года да время когда я начала страдать это рисулька подружки которую я сделала в кофе потому что красиво это я ходила на оркестр и подумала что дирижер как маг из Гарри Поттера с волшебной палочкой управляется оркестром очень красиво очень классно я осталась под впечатлениями я там зарыдала на скрипке и вообще это я постила даже куда-то очень забавно ой это Кея и я пересмотрела вверх в тот момент это миллион чувачков которые ходят по улице тоже где-то в пинтересте увидела по улице вот это моя работа флористом и это как я себя чувствовала мне очень нравилось делать букетики но наверно это не моё то я пытаюсь съездить по лубе все нормально все как обычно это всякие для ерунды штуки пропись это что-то супер карандашное я так стресс снимала это для смысла ой спойлер это что-то с цветочками это тоже что-то мягко карандашное это помогает стресс снимать то есть ты рисуешь не думая очень очень забавно развлекаешься это я в метро была много карандаша здесь как вы понимаете стресса было много это мы в кофейне были с подружкой и там было много воробьёв это для ерунды а это тоже из кофейни там висела недалеко эта штука это мне подружка нарисовала а это я нарисовала на работе подружки 16 августа там дель-дюк который и много очень не очень и моя подружка заказцы которая говорит купите пирожок ой это для звездочки комикса который мне сейчас выходит это это как придумывался Чарльз это просто классный чувак на кабуках. Вот так он придумывался. Я тоже в восторге. Вот итоговый вариант почти что. Итоговый вариант я сейчас покажу вот на экране. Какие-то рандомности. Ой, Джена. Маркерная Джена. Как видите, маркерная Джена. Это что-то прикольное. Это мои планы, записи, 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 ой, записи для ерунды. Это тоже штуки-трюки. Она просто работала в цветочном. Какие-то прикольности. Тут я уже перешла на вот эту масляную ручку. Да, это я пыталась понять, как совместить учебу, работу, рисование, творчество и комиксы. И в итоге я уволилась. Мобил. А это моя моль. Крутая моль для вуза. Опять штуки-трюки. Это я ездила, летала подписывать миллиард комиксов для вас в тот момент. Это я рисовала в самолете. Просто что-то рандомное, чиркала для души. Это было тоже что-то рандомное, чиркала для души. Это мне рисовали подруги. Это мне тоже оставили послание подружки. Это уже я рисовала. Это Рэй. А, это была идея для анимационной гифки с Рэем. Точно. Какая-то рандомность в самолете. Какая-то дичь. И все. Малипуська тоже вот такая вот, незаполненная, как раз. Вот эта громадина, это 2022 год. Вот эта двинуть свечку, а то мы все умрем. И побежала душа в рай, так скажем. В руках я не смогу этот скетчбук нормально показывать, потому что у меня руки устанут. В общем. Рандомности, акварель. Мне вроде понравилось акварель что-то там возюкать, но любовь прошла. Кетчи, карандашом. Не люблю карандаш больше. Рандомность акварелью. Акварель. Акварель. Видясь САС. Прикольно. Мне нравится. Да, я стала рисовать только ручкой, потому что меня вштырило на ручку. Рандомные мемасики стикерами, потому что я могу. Бессратые прессульки, потому что я могу. Рандомные прессульки, потому что я могу. Китайцы. Вижу китайцы. Ваньсяни. Ваньсяни это жизнь. Тут я уже больше, понимаете, начинаю фан-арты делать. Не спрашивайте. Не спрашивайте. Это прекрасный гяншин. Импухт. Всякие рисульки, рисульки. Даже не знаю, что показывать. Эмм. Ой, да. Эрнис. Тут я решила, что почему бы и нет вклеить эти штуки. Это я распечатала в рандомной типографии. Рандомно закинув им файлы. Это вообще самые первые открыточки. Малипусичные. Вот. Вообще. Вот такая буду рисовать, как истинная дама. Крутая. Ой, это Муана. Это бабулька рандомная в автобусе. Которую я увидела и подумала, вау, она в бандане. Крутая бабулька. Да, я ей нарисовала. Вот это все в автобусе было нарисовано. Это я думала, что я могу рисовать гуашью. А это Розария. Но переворачивать я скетчу пока не буду, потому что мне тяжело. А, да. Еще это Джен и Серни. У них дружба. Хорошая дружба. Вот это что-то новенькое. Это я что-то вырезала со старых скетчбоков и вкинула сюда. Ой, мы нашли про бажу. Смотрите. Про бажу найдено. Это прекрасный, прекрасный икея. Много разных рандомных рисуль. Подумать, что я могу. Очень прикольно. Вот тут я начала любить, любить жирную капиллярную ручку. Вы смотрите. Это прекрасно. Плюс. Есть вот эта. Очень красиво. Мне понравилось рисовать. Это я решила, что я буду рисовать геншин персонажи. И кому надо, ставьте на паузу. Мне лень все близко показывать. Да. Но нингуан красивый, кстати. Это автор питается в перспективу. Это рандомные рисульки. Геншин инфаркт. Рисовала рандомные мемы. Прошу прощения. Это тоже какие-то рандомные штуки. Китайский цыган. Отлично. Вообще. Прекрасный мужчина. Это рандомности. Вот это с пинтереста стырило сто процентов. Потому что мне понравилось. Типа чернильница. Оттуда котики выбегают. Это новый сингл, который я придумывала. Который я так и не нарисовала. Вот это мой любимый рисунок. Он смешной. Мне нравится. Всякие... Не важно. Этот скетчбук не особо удобно с собой где-то таскать. Всякие рандомности. Мне лень переворачивать. Он громадный. Места мало. Не спрашивайте. Добро рисовать своих одногруппников очень мемно. Все в порядке. Все хорошо. Это тоже все. Потому что я ленивая. Еще тут в конце есть открыточка. Игрок. И открыточка от прекрасные милейшие девочки. Девочки. Все. Этот скетчбук идет навек. Малипусики, которые я купила за мало денег. Они очень дешевые в подписных изданиях в Санкт-Петербурге. Это не реклама. Мне не платили. К сожалению. Итак. 16 сентября 2022 год. Что-то. Что-то. Это текст песни. Очень интересно. Это моя подружка, которая охотится за дедами. Она фанатка дедов. Идеи для комиксов. Присульки. Хаул. Смотрите. Прикольный мужчина. Идея в шубе. Неважно. Какой-то маленький бард. Который. Я твою маму в средневековье крал. Извините. Киллайгон. Дети. Лучшие друзьяшки. Это я рисовала на парах. Потому что я могу. И это все, что я делаю. Идея для ерунды. По-моему, я ее не сделала. Неважно. Много Рея не бывает. Рей прекрасный сын. Солнышко. Богиня. Однокрупница Лера. Которая очень агрессивно орала. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ой, красивый Бен. Потому что. Потому что. Красивая женщина. Люмин. И. Рей со своей матушкой. Потому что. Они прекрасны. Это Тори. Это Итер. Это Итер. Это Итер с котом. Круто, да? Звездочка комикс. И Чарльз. Унямые. А. Это я присматривала. По ту сторону. Изгороди. Отдавала. Адепта Шал. Потому что моя подружка. Его фанатка. Какая-то штучка. Прикольная штучка. Какая прикольная жабка, это я что-то смешное начала рисовать, это всякие рандомности, чтобы мне стало комфортно. Клоун, это даже не Зак. Это моб, смотрите, это моб. И все, потому что я все еще, даже в тонких скетчбуках такая же сань. Вторая тонкая штука. Мои наклечки, потому что я могу. Наклечки Вик Кондор, потому что она может. Ой, это мы рисовали, смотрите. Это мой первый маркет, когда был, он очень прекрасно прошел. Скоро мой второй маркет. Это я придумывала себе татушечку на шее. И, кстати, мы уже мне придумали ее, и скоро я ее пойду делать. Цветную тату на шее. Моя мама знает, она меня не побьет, я надеюсь. Вот, очень. Вот, очень. Вэйвусянь. Вэйвусянь очень тусит. Крутой, крутой. Это Зак. Это Скоромучача тусит. Это мы с Вик Кондор гуляли, пили невкусный китайский чай, а потом ходили, говорили, что некрасиво мне тоже не нравится. Это прекрасный мини Кея. Красивый мальчик. А тут все нормально, тут все... Тут Чайлд из Геншин. Это мы сидели в кофейне с еще одной и другой подружкой из Вик Кондор. И, в общем... Она мне нарисовала Тара Одноглазова. Он Тир Тор. Вот, и прекрасного Рея с цацками. Вот, прекрасный Рея с цацками. Ну и, в принципе, да. Стоять. Все. Даже вырвав страницу, здесь очень... Не гусь. Следующий чаблок. Это который я сейчас рисую, заполняю, пользуюсь. Пользуюсь. В общем, стараюсь его заполнить до конца. В принципе, вроде что-то получается. Здесь, конечно же, наклейки. Потому что я могу, почему я стала делать акцент. Это наклейки, которые мне подарили на маркете. Очень милые собачки. А это наклейки от Вик Кондор. Вот эти вот. Вот из моей. В Москве, как раз после маркетов и так далее, когда гуляла. Это работа подмалевок с первого года, с первого курса. Мне нужен чай. Секунду. Очень разная. Это опять слова песни. Mary Gold, Mother Falcon. Очень комфортная. Люблю ее, вообще, всем сердцем. Это я на складе издательства стырила эту штуку. Ну, в плане стырила. Мне добровольно дали ей побаловаться. И я подумала, что... Я подумала, что я буду этим баловаться. Короче, сидела. У меня тут еще есть печать. Как видите, вот так вот я профессионально занимаюсь творчеством. Очень. Это, чтобы кто не надо, не лез в мой скетчбук. Пробники из печати, которые я вырезала, сюда вклеила, потому что, ну, что-то нет. Забавно. Это наклеечки, которые мне дарили. Очень милые, очень классные. И для брелочков, которые я все никак не могу реализовать. Но я пока что думаю, поэтому, да. Это пожелания от моих подрузек. А это моя племянница разлила чай. Ну, ладно, зато красивый узор. Вы будете разобрать, ставьте на паузу, я не знаю. Основная Джена, потому что Джена прекрасная. Это Итер. Итера жмыхнула. Окей, по нему не скажешь. Глаз не видно. Мне очень нравится вот этот рисунок. Я, может, его в полноценку однажды сделала. Потому что прикольно. В общем, всякие штуки. Логотипы. Всякие там, да. Всякие скетчики. Набросочки. Пока мы пропустим. Нашла на Pinterest разные названия. Короче, рандомные названия. По типу, вот, аталофобия. Это боязнь. Сделать что-то недостаточно хорошо. Не идеально. Вот. У многих такое. Это я учусь на дизайне. И мне нравятся вот такие узоры. С Pinterest я стырила и попробовала порисовать их. Видела рисунок Азерафаэля и Кроули в пижамках. Благие знамения. Моя любимая книжка. И сериал очень милый. Я поэтому такая, ой, я тоже их нарисую в этих пижонках. Питер из кошки очень похож. Потому что я не рисую. Я не рисую нормальный бэкграунд. И поэтому пофек. Это я сидела в кофейне, в гордом одиночестве, отдыхала и рисовала вот это после прогулки с другом. Это мне очень нравится, как нарисовано, как получилось. Потому что прям вау. Рэй. Рэй кайф. Комфорт. Кайф. Опять пубертатная язва. Это на Pinterest я увидела одной линией такие иллюстрации и я перерисовала. Это вот такой вот я рисую, да. Она была художником. Это в какой-то день мне было очень... Мне было очень не очень в этот день, видимо. Вот. Вклеенная наклеечка Бен. Красивый сын. В общем... Это мы с подружкой сидели в кофейне. Она выглядывала красивого баристу, чтобы его нарисовать. Это что-то на нелегальном. Немножечко... Немножечко делюка. Рисовашки свободной рукой, я могу назвать. Просто, чтобы спокойно отвлечься. Это прекрасные жены комфортятся. Это я начала смотреть и разбирать всякие курсы. Всякие по рисованию, по постановке кадра. И все такое. Перспективу. Начала разбирать, как настоящий мужчина. Тоже перспектива. Тоже перспектива. Все еще перспектива. И последняя страничка из заполненных. Вот. Но если отмотать конец кекбука, можно найти, во-первых, наклеечку. Прекрасный, да? Это начало, которое я так и не написала. Потом напишу. Если не забуду. И печать, которая плохо пропечаталась, тоже на складе издательства была выманена. И здесь нарисовала Грега. Я считаю это прекрасно. В общем, надеюсь, вы не разочарованы тем, что вы в итоге получили. Потому что, честно, я без понятия. Я не особо много рисую на бумаге. Извиняюсь заранее за свой фейс, потому что я немножечко все еще лечусь. И большое спасибо всем бустятам, как обычно, за пудырюшку, за то, что они со мной. За это все бустята, бустята, очень много бустят, бустята. Вот. Всем пока! Я как блогер.